На работу как в открытый космос. Несколько часов в противочумном костюме. Неудобно, жарко, запотевают очки, но в красной зоне по-другому нельзя. В центре охраны материнства и детства лечат детей с диагнозом коронавирус. Сейчас в больнице находится 52 ребенка. Врач-инфекционист Асмик Робертовна провела свой день рождения в защитном костюме. Дома ее не было 26 дней. Говорит, дети привыкли, у мамы есть дежурство и обязательства. Первый пациент у нас появился 16 апреля. Я была первым доктором, который встретил данного пациента. Это была мама с ребенком. Это было очень, конечно, волнительно, потому что мы первый раз сталкивались с этой инфекцией. Но были мы готовы. Люди были готовы. Они знали, как одеть костюм, как снять, как его утилизировать, где есть чистая зона, грязная зона. Мы обучались этому. Самому маленькому пациенту месяц, к аппарату ИВЛ малыша подключили, когда ему было всего 23 дня. Сегодня ребенок дышит уже сам, его перевели в палату интенсивной терапии, идет на поправку. А вообще 75% детей здесь болеют в легкой форме, как обычной простудой. Это температура, это какие-то небольшие минимальные китокатеральные проявления. Но в ряде случаев, когда это протекает с проявлением пневмонии, то бывают невыраженные проявления дыхательной недостаточности. Иногда дети разлучены с родными. Если болеет вся семья, и родителям тоже нужна медицинская помощь. Каждый ребенок находится в своей палате. Маленькие пациенты смотрят мультфильмы, играют, рисуют коварный коронавирус и оставляют на память врача. К страшным противочувным костюмам они уже, кстати, привыкли. У нас не было таких случаев, чтобы нас дети пугались. То есть дети, они чувствуют эмоциональный настрой доктора. То есть мы всегда заходим с хорошим настроением. Многие пациенты говорят о том, что мы будем по вам скучать. То есть, ну, дети это очень благодарные пациенты. Врачам хотелось бы, чтобы благодарными были не только дети. Ведь в то время, как медики жертвуют своим здоровьем, прощаются со всей семьей на целый месяц. Многим горожанам даже лень надеть маску в общественных местах. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком.